Три человека, сыгравшие ключевую роль в российской истории, неразрывно связаны с Германией. Карл Маркс с капиталом и пролетариями всех стран, Владимир Ленин с пломбированным вагоном и Владимир Путин с коллегами из штази и Домом культуры в Дрездене. Карл Маркс накликал призрак коммунизма, который побродил по Европе очень короткое время и надолго поселился в России, обретя плоть и кровь, маузеры и закрытые распределители. Сто лет назад с подачи германского посла в Копенгагене, убедившего германский МИД и депутата Фрейстага рассказать об идее пломбированного вагона сначала канцлеру Бетман Гольвигу, а потом Вильгельму II, Генденбургу и генералу Лендендорфу, сто лет назад вагончик тронулся. И вот он давно стоит на запасном пути. Коммунисты в Москве отмечают столетие революции в отеле со странным для этого дела названием «Ренессанс монарх». Праздника 7 ноября давно нет и в помине, а пышные партийные съезды, украшенные дворцовыми интригами, мы с удивлением наблюдаем в Китае, да в Северной Корее. Но любители чучхи и цитатника Мау страшно удивились бы, узнав, как далеко они ушли от Карла Маркса. В России же Владимир Путин, выходец из города колыбеля трех революций, с революцией покончил. Очень символично, ровно через сто лет. Путин вообще очень любит символизм и не любит революцию. Причем никакую. Не ту сто летней давности, не ту, что может случиться в нынешнем мире. А раньше его или украинскую, или грузинскую революцию рос, или киргизскую, тюльпановую, или египетскую лотоса. Столетие революции для власти в России примерно такое же неприятное словосочетание, как и Алексей Навальный, например. Политический антураж поменяли на строго культурный. Ночь музеев, фестивали света, безобидные театральные действия и занимательные сериалы из жизни Троцкого в исполнении прекрасней Швахобенского. Директор Эмитажа Михаил Петровский, человек политически очень чуткий, вообще запретил постановочную революцию с реконструкцией штурма Зимнего и назвал врагами тех, кто отмечает вообще столетие 1917 года. Зато в Эмитаже устроили и грамотно распиарили очень крутую символическую акцию. Завели знаменитые часы с черным носорогом, остановленные в октябре 1917, в день взятия Зимнего. То есть часы должны ходить, жизнь продолжается, а революцию мы похоронили. Так объясняет Петровский простой, в общем-то, символизм. Как бы давайте забудем об этом, проехали. Ну еще бы. В Кремле-то вообще революцию отмечать не будут. Об этом было извещено на высшем уровне. Пресс-секретарь российского президента Песков с возмущением о проверках средств массовой информации, которые сообщали, что власти отказались от проведения каких бы то ни было акции в связи со столетиями революции 1917 года. Песков сказал, что ничего и не планировали никогда. Это печально. Страх перед любой революцией, даже столетней давности, не дает новым поколениям осмыслить ее. Уничтожает внутренний общественный спрос на осмысление. Ни власти, ни граждане не хотят про это много читать, слушать и смотреть. И искать ответы на вопрос, почему вдруг брат пошел на брата, почему безумный эксперимент длился 70 лет, да и сейчас не изжит, и зачем для счастья человечества Германия, например, должна была быть разделена пополам, и как это возвышало коммунистические идеалы. Нет в России спроса на осмысление революции. На осмысление, а значит и на национальное покаяние. Раскаяние в тех ужасах, что пронесла революция. Ведь забыть, замолчать не означает осознать уж где-где, а в Германии не надо никому объяснять про пользу национального покаяния.